Начнем с отзывов о первой части франшизы. В большей степени фильм получил положительные отклики от зрителей. Кроме того, картина около футбола собрала в общероссийском прокате колоссальные 150 миллионов рублей при бюджете в 2,4 миллиона, тем самым окупив себя более чем в 5 раз, что сделало фильм Антона Барматова с коммерческой точки зрения весьма успешным. Это послужило отправной точкой для съемок сиквела. Однако кинокритики не оценили работу режиссера и сценариста. Так, во время международного кинофестиваля, который проходил в Санкт-Петербурге, фильм «Около футбола» был показан, но после просмотра исключен из конкурса. Как высказался Сергей Бодровин, старший, причиной стали разногласия в позиции актеров и всего жюри, касаемо представлений аморальных ценностей и прав человека на жизнь. Иными словами, лента получилась весьма жесткой, пропагандирующей насилие и расизм. Для сценариста Дмитрий Лемешев это не первая картина, пропагандирующая футбол. Ранее автор работал над лентой вдоль ночных дорог. Один из самых запоминающих эпизодов «Драка фанатов» на платформе метро Конькова была отснята вовсе не в Москве, а в Нижнем Новгороде, однако также в метрополитене на станции Парк культуры. Некоторые сцены были сняты в Питере, но большая часть все же проходила в столице и на ее окраинах. Чтобы сделать фильм весьма реалистичным, на роли массовки были приглашены настоящие фнатфутбольных клубов «Зенит», «Динамо», «Спартак» и «ЦСК». Кроме того, в «Около футбола» не раз появляются хулиганы клубов «Балтика», «Нижний Новгород», «Волга», «Орел» и других. Моменты матча «ЦСК» «Спарта» были взяты из реальной игры чемпионата России, однако в действительности гол Артема Дзюева не был засчитан. В фильме же при помощи монтажа его защитит фильм. Семки «Около футбола 2» начнутся летом 2017 года. Премьера, согласно графиках «Кара Финн», запланирована на весну 2018 года. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.